Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Аминь. Давай. Номер 26, послание к римлянам, 13 глава, 5 стих, 26 номер. Хорошо. И потому надо нам повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Толкование блаженного Феофилакта. Тебе необходимо, говорит, повиноваться не потому только, чтобы не испытать гнева и Божия, и начальнического, как непокорному, и не подвергнуться несносному наказанию, но и потому, чтобы не оказаться бессовестным и неблагодарным благодетелю. Великие благодеяния доставляет начальство государством. Ими поддерживается благосостояние наше. А если бы не было их, давно уже все не спроверглось бы от того, что сильнейшие поглотили бы слабейших. Итак, собственность, совесть твоя, говорит, пусть убедит тебя почитать тех, которые доставляют тебе столько благ. Римлянам, 13 глава, 6 стих. Для сего вы и подать и платите, ибо они Божьи служители, всем самым постоянно занятые. Толкование. Ты, говорит, сам свидетельствуешь. Телефон звонит. Послание к римлянам, 13 глава, 6 стих. Для сего вы и подать и платите, ибо они Божьи служители. Слава Иисусу Христу. Бог в помощь, давай. Интересно. Проспоры печет. Благословение просит. Послание к римлянам, 13 глава, 6 стих. Для сего вы и подать и платите, ибо они Божьи служители, всем самым постоянно занятые. Толкование. Ты, говорит, сам свидетельствуешь, что начальник благодетельствует тебе, потому что даешь ему вознаграждение. Очевидно, как промышляющему о тебе. Мы не стали бы платить податье изначало, если бы не знали, что получаем пользу от начальства, проходящее которое неутомимо бодрствует вместо нас. А мы свободны от хлопот посему. Мы ложимся спать, и мы молимся за охраняющий порядок, за полицию и милицию, за пожарных, за скорую помощь. Мы молимся. А как? Нужда какая они сразу? Вот они тогда было у нас. Милиция сразу приехала. Полиция эта. И когда пошел я там на строительство, было мгновенно они вооруженные приехали, все, разложили по полочкам. Но они должны быть этим и заняты. А без них тут и на улицу бы не вышел нигде. Поэтому некоторые говорят, а зачем? Пусть сами работают. Они не знают, что говорят. И носа не показал бы. Грабили на каждом шагу. А так нет. Сейчас он полез где-то, я его заметил, дал сигнал. Приехали, они со всех сторон окружат. Никак нельзя. Мы даже у нас в Потеряевке. Начальник уголовного розыска не один раз приезжал. Ну, мы можем думать, что он там что-то хотел, но никакого мне зла не сделал. И у меня нет основания считать его враждебным для себя. Он спросил там, как мы к власти относимся. Ну, как вы. И майданщики никакие. Да. Дальше. Поэтому и Богу угодно, чтобы мы платили служителям его подати. Бог хочет, чтобы в гражданском обществе было мирно, жили добродетельно и поражался порог. А в этом-то и служат начальники воли Божьей. Ревностно заботясь об общем спокойствии, прилагая неутомимое попечение о том, чтобы мы проводили жизнь в мире и тишине. Если иной употребляет начальствование на взбозло, то это ничего не говорит против пользы самого начальства. Ну, это имеется в виду, когда она полиция, там, как пишут, оборотни, там, банды составляют. Именно нормальные которые-то. Но не везде банды. Вот мы где были, и там в Ростовской области, женщина-милиционер, женщина эту банду возглавляла, убивали дальнобойщиков и все, завладели. И нас, может быть, они останавливали. Как раз там и останавливали. Зачем, неизвестно. А я сразу с собакой, и все, они сразу отпускают. Им не надо это. Она как рявкнула собака наша ураган. И они сразу запрылись. Все, езжайте, езжайте. Риблина, 13 глава, 7 стих. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать, подать. Кому оброк, оброк. Кому страх, страх. Кому честь, честь. Вот говорят про милицию. Мне пришлось работать в органах МВД, где, ну, после технику мы направили в систему МВД строго режимный лагерь. Плишкина, это, Рейхруцкая область. И у меня почему-то в жизни плохих милиционеров не встречалось. Не встречалось. Ну, дорогой было там один, как накачан наркотиками. Нас забрал туда. Начальник увидел наши документы. Отпусти их. И мы опять ничего не потерпели. Один раз так же вот задержали. Это кто вы такие? Ваххабиты какие-то с бородами? Нет. Вы не ваххабиты. Вы христиане. Вы все махнули рукой, езжайте. То есть, хорошие люди. Я не знаю, почему так. Я скажу, вот ты хвалишь милицию. Ну, что я хвалю? Я говорю то, что есть. Я думаю, как ты относишься. И Господь так делает, чтобы в равное возмездие воздалось. Мы не спрашивали дорогой. Вот там Путина власть не такая, там то другое. Для меня хватает это. Вот они там залезли в Сирию. И мне это судить? Мы ничего не знаем. Но мы молимся. Молимся. Конечно, печально вот это погибло самолет, там то другое. Ну, что сделаешь? Несчастный случай. Мы сразу стали молиться о родственниках. Чтобы Бог их утешил. Этих не вернешь уже. Я их не знаю, верующие, не верующие. А эти живые. Я не знаю, кто там был верующий. Для кого молиться-то? Погибли. Для покаяния не было минуты даже. Не знаю. Бог разберется. Дальше. Толкование. Благодарность к начальникам есть, говорит, неизбежный долг твой. Отдавай же должное всякому, кому вручены различные начальствования. И вручены. Кому следует подать, то есть подать поголовное, тому отдавай подать. А кому оброк, то есть взнос за землю, тому отдавай оброк. Не один, но не одни только деньги давайте. Воздавайте и страх, то есть почтение, благоговение и отменную почесть. Поэтому присовокупляют. Кому честь, честь. Видите как, за землю вот у нас высчитывают. Все так же и было. Ну а как? И надо за счета брать. Зачем бы они к власти рвались-то? А если бы были другие, и царь брал, и Сталин брал, и Гитлер брал. А за счет чего будут жить-то? Это против власти, когда человек идет, он должен остановиться. Это нехорошо. Страх бывает двух родов. Один страх тот, которым боятся преступники. Страх, происходящий от худой совести. Этот страх еще прежде от вергапостол. Другой же страх тот, который имеет любящее к любимому. То есть высшая степень почтения, как сказано. Нет скудости у боящихся его. Псалом 33, стих 10. И страх Господень чист, пребывает вовек. Псалом 18, стих 10. Здесь, разумеется, благоговение. Римлянам 13, глава 8, стих. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон толкования. Иные долги, говорит, отдавайте. Но любовь не делайте никогда, не желайте никогда выплатить, а всегда иметь ее долгом постоянным. Если ты сегодня окажешь ближнему расположение любящего, то не воображай, что поэтому завтра ты должен пренебречь им. Напротив, всегда думай, что на тебе лежит долг любить ближнего. Римлянам 13, глава 9, стих. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Интересно, а вот две заповеди. Первая – люби Бога. И как будто люби Бога, даже нет. А почему? В ближнем ты должен Бога увидеть. Наконец, ну две всего заповеди-то. И свел к одной заповеди. Даже ты не верующий, как люби ближнего, и Бог откроет тебе истину. Толкование. Кто любит ближнего, тот исполняет закон. Поэтому каждый должен любить ближнего своего. Поэтому, что получает от него и от любви к нему столько благодеяний, что исполняет весь закон. Не сказал – дополняется, но заключается. То есть в этой заповеди сокращенно заключается весь состав заповедей. Ибо начало и конец добродетели есть любовь. Далее. Закон требует любви в высшей степени. Любви говорит ближнего, как самого себя. А Господь наш требует большего, внушив, чтобы мы любили ближнего более, нежели себя. Ибо научает полагать за друга душу. Евангелие Таана, 15 глава, 13 стих. Послание к римлянам, 13 глава, 10 стих. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Толкование. Когда говорит, что любовь не делает ближнему зла, обозначает, что она есть воздержание от зла. А словами «любовь есть исполнение закона» указывает, что она есть делание добра. Итак, любовь совершает нас добродетель, указываемую законом во всей ее полноте. Римлянам, 13 глава, 11 стих. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Толкование. Вы должны весьма высоко ценить любовь, а через нее все прочие добродетели. Таково уже время. Близок день воскресения, близок суд. И нам должно пробудиться от сна, нерадения и быть готовыми к делам, достойным воскресения. Вероятно, что они вначале, по обращении своем, были ревностнейшими. А потом с течением времени охладели. Поэтому, говорит, теперь мы ближе к будущему веку, ибо его, разумеет, под спасением. Назвав его так, с лучшей его стороны, потому что для грешников он не спасение, оно погибель. Приближаясь уже к будущей жизни, мы должны усилить свое внимание. Это и показывает далее. Послание к римлянам, 13 глава, 12 стих. Ночь прошла, а день приблизился. Итак, отвергнем дело тьмы и облечемся в оружие света. Толкование. То есть, ночь скоро кончится. Например, положим, что ночь состоит из 12 часов. Когда пройдет 10 часов, то говорим, что ночь кончается, вместо прошла, близко к концу. Ночью называют настоящий век, потому что в нем многие находятся во тьме, и житие каждого покрыто тьмой. А днем именуют век будущий, как по причине светлости праведных, так и потому, что тогда откроются тайны всех. В Евангелии же днем называется настоящий век, потому что во время его должно делать. А ночью именуется будущий век, потому что тогда никто не может делать Евангелие Тано, 9 глава, 4 стих. Делами назвал греховные действия, как нечто трудное, сопряженное с великими неудобствами, подверженное тысячам опасности даже и в нынешнем веке. А оружием света наименовал действия добродетельные, ибо они поставляют имеющего их как оружие в безопасности и делают светлым, как оружие света. Словами «отвергнем» и «облечемся» показал удобство того и другого, то есть и удаление от злых дел, и обращение к добродетели. Как не трудно отложить одежду и облечься в другую, так возможно удалиться от порока и воспринять добродетель. Послание к римлянам, 13 глава, 13 стих. «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти?» Толкование выше сказал «день приблизился, а теперь показывает, что он уже наступает, и учит вести себя в нем благочинно. Благочинством привлекает тех, которые много уважали славу народную, и не сказал «ведите себя, но будем вести себя, делая свое увещание сносным». Ибо ничто так не безобразно, как грех, и ничто так не доставляет благообразия, как добродетель. Не пить запрещает, но пить без меры, не употребление вина, но пьянство. Пированием называется состояние в пьяном виде, соединенное с обидами, что называется также бесчиньем в пьяном состоянии. Сказав прежде пьянстве, теперь говорит о происходящем от него зле, ибо распутство происходит от пьянства, а здесь отсекает не сообщение с женщинами, но блуд. Угасив зло, рождающееся от похоти, подавляет теперь и то зло, которое происходит от гнева. Ибо ничто так не возжигает похоть, и не воспламеняет гнев, как пьянство и бесчиняя в пьяном состоянии. От зависти происходит рвение или ссора, потому что завидующий другому доходит и до ссор. Посему-то отъяв ссору, восходит и к началу ее зависти. Упоминает же ссоры и зависти вместе с распутством, потому что от последнего происходят брани и превращение домов. Послание к римлянам, 13 глава, 14 стих. Но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Толкование. Совлекшись нас одежду греховную, украшает, наконец, нас, облекая нас уже не в оружие света, но что более может ужасать, делая одеянием нашим самого владыку. Кто облечен в эту одежду, тот имеет всякую добродетель. Не запрещает попечение о теле, но похоти. Заботься, говорит, о теле для здоровья, а не для непотребства. Ибо то было бы не по печеньям, когда бы ты возжег пламень и распалил печь во вред себе. Старайся только о том, чтобы иметь тело здоровое, а что сверх того, о том не заботься и не возжигай похоти тела, но все тщание обрати к духовному. Послание к римлянам, 14 глава, 1 стих. Немощного вери принимайте без споров о мнениях. Толкование. Многие из уверовавших иудеев и после обращения наблюдали различия яств, воздерживались от свиного мяса и не дерзались совсем отстать от закона. Потом, чтобы не обличили их в том, что воздерживаются от одного мяса свиного, воздерживаются вообще от всякого мяса и питались растениями. Другие были более совершенны, не наблюдали ничего подобного и были укоряемы от наблюдающих. Павел опасался, чтобы совершенные, обличая несовершенных, неблаговременно и ненадлежащим образом не отклонили их от веры Христовой. Поэтому мудро приступают к делу, заботясь о пользе и другой стороны. Он не отважился сказать укоряющим, вы худо делаете, дабы не утвердить несовершенных в наблюдении ими порядков, обрядов. Не отважился также сказать обличителям, вы хорошо делаете, чтобы не сделать их в нападках сильнейшими. Напротив, предлагает увещание, приспособленное к тем и другим. Его обличение направлено, казалось бы, более против сильнейшей стороны. Но в самом деле вся сила онома падает на немощнейших. Ибо тотчас выражением немощного показал болезнь таковых. Когда же, говорит, принимайте, то указывает нужду великом попечении для них, что и есть признак крайней слабости их. Без спора во мнениях, то есть не осуждайте его за немощь, не соблазняйтесь, не смущайтесь многими помыслами, но всячески старайтесь увращивать его как немощного. Послание к римлянам, 14 глава, 2 стих. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Толкование. Делает сравнение между совершенным и несовершенным и говорит, что совершенный, дерзая по вере, безразлично питается всем. А несовершенный, как немощный, ест овощи, поэтому последний заслуживает врачевание, а не поражение. Римлянам, 14 глава, 3 стих. Кто ест, тот не унижает того, кто не ест. И кто не ест, не осуждает того, кто ест. Потому что Бог принял его. Толкование. Те, которые ели все, все, как совершено, все, да, там е стоит вместо е, как совершенные, уничижали неядущих, как маловерных и привязанных еще к иудейству. С другой стороны, неядущие осуждали тех, которые ели все. Ну, там тоже надо е исправить, е на е. Вот, ели все нужно исправить. Вот, те, которые ели вот. Ели все. Да. Как невоздержанных. Так как между этими многие были из язычников, то, говорит, Бог принял его, то есть, явил к нему свою неизреченную благодать. Что же ты споришь с ним о законе, когда Христос оправдал его? Римлянам 14, глава 4 стих. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Толкование. Это говорит к совершенному, отклоняя его как от уничижения, так и от осуждения, ибо совершенные дела то и другое, и уничижали, и осуждали несовершенных. Нужно не дело, делали то и другое, там нужно дело, на дело ли исправить? И уничижали, и осуждали несовершенных. Впрочем, скрытным образом обличение падает здесь и на несовершенных. Не потому, говорит, запрещая тебе судить, что поведение другого не заслуживает суда, но потому, что он раб чужой, то есть не твой, но божий, ибо хотя он и немощен, однако, не перестал быть рабом, почему и не должно отчаиваться относительно его. А бодряк же немощного не сказал падает, но стоит или падает, то есть то или другое случится с ним, то Господу принадлежит право судить и о потере падающего, и о прибытке стоящего. Словом, будет восставлен, показывает, что он так колеблется, и до того дошел, что один Бог может восставить его. Это говорим о людях весьма безнадежных. Римлянам 14, глава 5 стих. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Толкование. Одни изнуряли себя неедением или воздерживались от свиного мяса в известные дни, а другие всегда принимали пищу и осуждали постившихся. Об этих говорит, что один судит, а другой иначе. Тогда как дело здесь безразличное, поэтому не должно нападать на братья из-за этого. В этом снисходит к укоряемым, потому что они были еще в новой вере. Когда речь идет о догматах, мы не должны поступать по удостоверению собственного ума, мы должны твердо содержать то, что получили, хотя бы ангел с неба стал благовествовать нам иное. А здесь речь идет о явствах и постах и тому подобное. И притыкающиеся об этой еще новой вере и нуждаются в снисхождении, а потому надлежало сделать им некоторые послабления относительно жизни, устроенной по всей точности. Послание к римлянам, 14 глава, 6 стих. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дни, для Господа не различает, кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Толкование. Кто, говорит, различает дни, для Господа различает, как благоговейный, и кто не различает дни, для Господа не различает, как совершенную же во Христе и возвысившиеся над законными наблюдениями. Об одном только говорит, спрашиваем, для Христа ли делают это, и благодарят ли Бога, едущий и не едущий, ибо совершаемое так не подлежит обвинению и клеветанию. Говорит это, как я сказал, потому что римляне еще новые были в вере, но скрытым образом наносит удар и придерживающимся иудейства, как благодарить тому, кто придерживается еще закона. Следовательно, благодарит только тот, кто ест. Послание к римлянам, 14 глава, 7-8 стихи. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя, а живем ли, для Господа живем, умираем ли для Господа, умираем. И потому живем ли или умираем, всегда Господне толкование. Мы имеем, говорит, Господа, Который печется о нас, и Который почитает жизнь нашу приобретением, а смерть нашу потерей. Ибо мы живем или умираем не для себя только самих, но и для Господа. Жизнью называет здесь жизнь в вере, а смертью – отпадение от веры. Посему Господь отнюдь не пропустит, чтобы мы умерли по вере, окажущиеся немощными отпали от нее. От смерти по вере переходит к смерти естественной, ибо об это рассуждая теперь. Живем ли, говорит, естественной жизнью мы Господни, умираем ли мы естественной смертью, Господу же принадлежим. Римлянам 14 глава, 9 стих. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Это говорит, пусть уверит тебя, что Господь печется об исправлении немощных. Ибо кто пролил кровь и умер, чтобы быть Господом нашим, тот может ли не заботиться о тех, которые сделали с его рабами? Это похоже на то, как обыкновенно говорим, возможно ли, чтобы кто-нибудь не заботился о рабе своем, за которого заплатил так дорого. И если, говорит, заботиться об умерших, то тем паче о живых. Все это, говорится, с целью пристыдить иудействующего христианина и убедить его обсудить, как неблагодарно поступает он в отношении к умершему за Него Христу, продолжая держаться закона. Римлянам 14 глава 10 стих «А ты, что осуждаешь брата твоего? Или ты, что уничижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов». Толкование. «Ты не ядущий, что осуждаешь брата своего ядущего, как невоздержанного, за то, что он ест? Он брат. Ты не должен уничижать собственный свой член. Разве ты дашь за него ответ? Он сам предстанет на суд и сам понесет наказание? Видишь ли, как, обращая речь к совершенному, наводит страх на самого иудействующего, как имеющего дать отчет на страшном суде? Римлянам 14 глава 11-12 стих «Ибо написано, «Живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу». Толкование. «Что мы будем судимы, как рабы господинам? Об этом, говорит, свидетельствует пророк. Будет исповедовать, то есть даст отчет в сделанном им. Кому? Не закону, но Христу. Итак, «Зачем же ты подчиняешься закону?» Послание к Римлянам 14 глава 13 стих «Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к сприткновению или соблазну». Толкование. «Оба, говорит, оставьте существующие между вами расприю, и не ты, ядущий все, не подавая несовершенному случая к приткновению, как сильно укоряющий его. Не ты, не ядущий всего, не подавая брату случая к соблазну, как наблюдающий иудейское. Приткновение и соблазн взаимно приличны тому и другому лицу». Послание к Римлянам 14 глава 14 стих «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого. Только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». Толкование. «Научив, что не должно укорять немощного, учит, наконец, о пище и наставляет слабейшего не бояться и не страшиться ее, как нечистой. Я знаю и уверен не по человеческим умозаключениям, но в Господе Иисусе, то есть быв научен и удостоверен Господом Иисусом, что нет ничего в себе самом нечистого, то есть ничего нет нечистого по природе, но делается нечистым от произволения употребляющего. Для него одного и скверно и нечисто, а не для всех». Римлянам 14 глава 15 стих «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого умер Христос». Толкование. «Здесь обращает речь к совершенному, поучая, хотя бы снеги тысячекратно не были нечисты по природе, однако тебе надлежало воздерживаться от свиного мяса, чтобы не огорчился соблазняющийся брат твой, если только хочешь ты сохранить любовь. «Ты, говорит, спором о пищу губишь и развращаешь брата, который так ценен в очах Христа, что он умер за него. Ибо тот, замечая, что ты ешь свиное мясо, противность ему становится упорнее, потому, опасаясь, чтобы не отпасть от Христа, всецело привязывается, наконец, к закону». Римлянам 14, глава 16 стих. «Да не хулиться, ваше доброе». Толкование. «То есть ты имеешь совершенство в вере, ибо оно я назвал словом доброе. Посему не злоупотребляй совершенством своим и не подавай повода хулить его. Ибо если ты, будучи совершенным, губишь несовершенного, то подал повод хулить благо, которое имеешь. Но ты понимаешь, что и учение наше благо, и что оно не желает подвергаться хуле со стороны неверных, когда они видят расколы и соблазны касательно пищи». Римлянам 14, глава 17 стих. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Толкование. «Не этим заслуживаем мы благоволение у Бога. Если, говорит, ты не ешь, то неужели это ведет тебя в Царство? Укоряя за то, что почитает это важным, упомянул и о питье». «Царствие Божие вводит праведность, то есть все добродетели, непорочная жизнь и мир с братом, а не вражда, и радость, происходящая от согласия, а не скорбь, происходящая от укоризны. Так как мир и радость бывают и в худых делах, то присовокупил во Святом Духе». «И речь у меня говорит о мире и радости во Святом Духе». Великий Златоуст глубоко объяснил, для чего упомянул Павел о правде. «Для того, говорит он, чтобы доказать, что невоздерживающийся от свиного мяса обижает брата относительно спасения, которое стяжал для него Христос смертью своей. Посему, с противоположной стороны, воздерживающийся для брата соблюдает правду, которая доставляет вечное Царство». Римлянам 14 глава 18 стих. «Кто с ним служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Толкование. «Здесь намекай, что совершенные укоряли немощных по тщеславию. Если хочешь, говорит, стать предметом удивления для людей, то возбуждай их к удивлению тебе не столько совершенством, сколько миром и прочими добродетелями. Этим именно следует служить и благогождать Богу, а не тем, чтобы без разбора ты ешь свиное мясо». Римлянам 14 глава 19 стих. «Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию, толковании. Амирин сказал к несовершенному, потому что этот не имел мира, а ко взаимному назиданию сказал к совершенному, чтобы он не колебал брата, соблазняя его, «впрочем, сказал ко взаимному, отнес слово свое об этом к тому и другому, тем же, что сначала упомянул о мире, а потом о назидании показал, что без мира трудно назидать». Римлянам 14 глава 20 стих. «Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн, толкование. Делом Божиим называет спасение брата. Итак, не разрушай оного, стяжанного для него Бога, и притом ради пищи, то есть нежеланием воздерживаться от свиного мяса, чтобы получить себе пользу. Сделав строгое запрещение, совершенному убоялся, чтобы немощный не утвердился в худых мыслях. Поэтому опять обращается к догмату и говорит, что все чисто, но худо для того, кто ест с худой совестью и после того, как соблазнился. «Ибо несовершенный, почитающий свиной мясо нечистым, если есть его по принуждению, больше терпит вред. Поэтому сначала ты должен вразумить его, что все чисто». Римлянам 14 глава 21 стих. «Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется, или изнемогает». Толкование «Ты, — говорит, — принуждаешь брата есть то, чего он не осмеливается есть. А я говорю, что ты должен воздерживаться от всего, что соблазняет брата, не потому, что это зло, ибо все чисто, но потому, что это соблазняет. Словом «притыкается» показал, что он ослеплен, ибо «притыкаются слепые». А соблазняется он как легкомысленный, изнемогает же, как маловерный. Всем этим привлекает сильнейшего помощи брату, как к совершенно немощному. Римлянам 14 глава 22 стих. «Ты имеешь веру, имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает». Толкование «здесь» тайно намекает на то, что совершенный высказывал совершенство свое под тщеславие. Говорит, «Ты хочешь показать мне, что совершен в вере относительно пищи, в вере, что все хорошо и чисто? Не показывай мне, но довольствуйся свидетельством в совести пред Бога, которому показываешь это, хотя другой и не увидит твое блаженство. «Ты будь доволен сам собой, если сам не осуждаешь себя, и совесть твоя не осуждает тебя в вещи, которые ты одобрил или избрал. Разумея это только о настоящем предмете, то есть о пище». Римлянам 14 глава 23 стих. «А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех, толкование. Кто сомневается, говорит, и ест, не убедившись, тот осуждается. Почему? Не потому, чтобы пища была нечиста, но потому что не был уверен, что она чиста и думал, что прикасался к ней как нечистой. Кто не убежден и не верит, что пища чиста, но ест ее с лукавой совестью, тот, конечно, грешит». Римлянам 14 глава. 24-26 стихи. «Могущим мы же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которой ныне явлено, и через Писания пророческие, по велению вечного Бога, возвещено всем народом для покорения их вере, единому премудрому Богу через Иисуса Христа слава во веки. Аминь». Толкование. «Оканчивать утвердить вас, несовершенных, колеблющихся». Каким образом? «По благовествованию моему, то есть дабы содержали то, чему я учу, а благовествование моё и проповедание Христово одно и то же. Ибо это не наше учение, а его законы, по откровению тайны, это знак величайшей чести, что мы стали участниками в тайнах, то есть предмете, который, хотя издревле предопределен, но явлен ныне через Писание пророческие. Посему, чего бояться тебе, немощный, чтобы ядением свиного мяса не отступить от закона? Ну вот, все Писания возвещают ту тайну, которая вводит безразличие в пищу. Это совершается даже по повелению вечного Бога. Поэтому твой долг не противоречить, но верить и повиноваться Богу, ибо вера требует послушания, а не пытливости. Кроме того, так верят все народы, ибо тайна-то сделалась, известной всем. Как же ты продолжаешь рабски служить закону? Единому премудрому Богу сказал для того, чтобы отличить Бога от ангелов и нас. Отнюдь нет сына, да не будет, ибо премудрость отца есть сын. Итак, слава тому, кто явил тайну, а не закону, к которому ты продолжаешь прибегать, наблюдая различия в пище, открыто всем народом через Иисуса Христа. Ибо тайну открыл народом сам тот, кто послал учеников научить все народы. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Толкование. После молитвы опять предлагает увещание и услаждает совершенных тем, что поставляет их наряду с собой и называет сильными. Не сказал же просто немощи, но немощи бессильных, то есть усугубив выражение, чтобы привлечь их к большему милосердию, сказав об обязанности нашей сносить немощи других, научает, как исполнять ее. Для этого, говорит, нужно, чтобы мы искали не своей, только польза. Римлянам 15 глава, 2 стих. Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию, толкованию. То есть каждый делает то, что угодно ближнему, и служи брату только во благо, и дабы не сказал, кто из совершенных. Вот и явлеку брата во благо присовокупил к назиданию. Ибо хотя и благо то, что делаешь теперь, но так как это неблаговременно, то дело твое обращается в разорение, ибо неблаговременное обличение не назидает. Римлянам 15 глава, 3 стих. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня. Толкование апостол ставит нам в пример Христа. Ибо если бы он хотел угождать себе, то есть искать своего, то мог бы избежать поношений и не терпеть того, что потерпел. Но он не захотел этого, а приняв на себя страдания, подвергся худой славе у многих. Был, почитаем, бессильным, даже обманщиком и злодеем. О нем говорили. Других спасал, а себя не может спасти. Евангелие от Матфея, 27 глава, 42 стих. Так злословие злословящих тебя, отца в Ветхом Завете, пали на меня. Псалом 68, стих 10, то есть сына твоего. И это не есть что-либо новое. Все, все, все. Уже много. 24. Шет. Шет. 21. Гайка. 21.